наша родина хранит множество загадок большая их часть сокрыта в северной столице город санкт-петербург или петроград отца греческого слова петрос что значит камень и камень этот гранит один из самых плотных минералов на земле какими инструментами обрабатывали если погрешность обработки монолитных колонн исаакиевского собора составляет менее двух сотых процента что более чем в два раза точнее египетских построек а следы от инструментов свидетельствуют о наличии в то время высочайших технологий недоступных при строительстве даже в наше время город был основан в начале 18 века петром первым его фаворит и ближайший друг светлейший князь меньшиков основал в городе адмиралтейство которое было построено в 1706 году на гранитной основе стоит примитивная кирпичная постройка с балкона которой открывается чудесный вид по левую руку расположилась александрийская колонна весом более 600 тонн монолитный бочкообразный стержень в обработке которого не удалось найти ни единого изъяна форма также известная как скипетр ян или правь по правую руку стоит тот самый загадочный исаакиевский собор форма известная как держава им или славь для чего улицы каменного города с величайшей точностью указывают на ключевые места на планете если от шпиля адмиралтейство проложить дальше путь по невскому то это линия с абсолютной точностью укажет высочайшую вершину мира гору эверест как могли выложить гранитом с ювелирной точностью одной из самых быстрых рек в мире которая периодически затапливает город откуда при этом взялась идея строительства в городе подземных этажей и почему при стоительстве охты центра на глубине двух метров обнаружили остатки поселения почему наполеон в 1812 году направился в москву миновав столицу как горят каменные города и почему радиационный фон в петрограде превышает норму более чем в 10 раз от чего возраст лесов россии не превышает 180 лет и где находятся старые деревья как на самом деле образовались бесчисленные круглые озера в нашей стране почему на самых ранних фотографиях 19 века мы видим безлюдные города трясающее воображение своей архитектуры и качеством дорожного полотна в условии гробового молчания официальных источников мы решили осветить эту тему самостоятельно у нас есть информация собранная российскими исследователями и команда профессиональных документалистов которые готовы снять полноценный фильм который будет выложен в сети и доступен для загрузки мы приглашаем вас принять участие в этом проекте и внести свой вклад в установление истинного прошлого нашей родины